Начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Она посвящена, конечно же, презентации альмонаха «Словесность-2011». И хочу обратить ваше писательское внимание на то, что у нас с вами два альмонаха 2010 и 2011. Они посвящены 20-летию Союза литераторов России. И тот, и другой. Когда вы открываете альмонах 2010, то вы в конце видите список персоналей. Вот он. Список персоналей. Но нет здесь указаний на странице. Вот вы находите свою фамилию и более ничего. Для того, чтобы понять, где он ищет. Здесь упоминание в различных статьях в истории Союза каждой фамилии. Это не авторский работа. Это упоминание о том или ином. В каких местах? Где вы выступали? Когда была презентация? Что говорили? И так далее. Когда вы открываете альмонах «Словесность-2011», открываете персоналии. Здесь написано все, о чем мы сейчас с Дмитрием Юрьевичем говорим. И здесь есть указатели. Вы находите свою фамилию и смотрите. Первый том, то есть вот этот. Страница такие-то, такие-то и такие-то. А второй том, то есть альмонах «Словесность-2011», страница такие-то, такие-то и такие-то. Так что все легко найти. Главное иметь целых два тома «Словесности-2010» и «2011», посвященные юбилею Союза литераторов. А почему такой странный юбилейский? Ну, вы знаете, вот прошлую нашу встречу... Совершенно верно. В вашем двадцати один год. Ну, надеюсь, нам потом все это расскажут, хотя все это написано. Но дело в том, что у нас каждая встреча, вот предыдущая встреча, она открывалась таким печальным событием. Умер, как вы помните, Аркадий Пахомов. А вот эта наша встреча тоже открывается таким тоже печальным событием, потому что умер человек, которого, возможно, никто из вас никогда не видел, член нашего Союза. Он умер, ему было 88 лет, 30 мая, то есть вот тень встречи нашей здесь, в Георгиевском зале Российского общественно-политического центра. Но человек этот интереснейший, знаменитый, и о нем расскажет Дмитрий Цисевичек. Ну, извините, пожалуйста, вот, не знаю, я вопрос предыдущий. Значит, вот эти указатели, у меня почему-то там в Винкой путаница. Я вот, извините, обращался к Дмитрию, ну... Но вы же написали письмо ему с вами. Мы разобрали письмо. Мы с вами все решили, а мы сейчас хотим поговорить о человеке, которому он шел из жизни. Барабашки сейчас, я не понимаю, почему. Да, Владимир Николаевич, все-таки серьезная тема, правда? Я оторваю у вас время, понимаете, это же и вам неудобно, и мне неудобно. И главное, неудобно Артему, который снимает на камеру. Телевизионная съемка идет, да? Нет, ну я понимаю. Не мари за артистом, все так только что будет. Мы все получили, и будет ответ. Да, но вот если вы помните, эта книга, она состоит из четырех, получается, частей. Называется она также «Два цвета союза литераторов». Первая часть «Противостояние». И в первой части краткий курс «История союза литераторов России». Вот он начинается как раз с самой идеи существования советской книжной и публицистической, и газетной культуры. Вот оказывается, наша страна была единственной, которая страховала литераторов во время работы. Страховка была достаточно крупная. Вот при издании книги автор мог подойти к своей карточке в бухгалтерии, и на обратной стороне было написано, 10% от общей суммы гонорара перечислялась в литфонд. Тот, кто был членом литфонда, имел опосредованный доступ туда. Тот, кто был членом комитетов литераторов, имел ограниченный доступ туда. Все же остальные такого доступа не имели. Вот Владимир Сергеевич Прибытков знаменит тем, что его, во-первых, исключили на первом съезде послевоенном из Союза писателей за пацифистское стихотворение, написанное после Сталинградской битвы. Но из литфонда не исключили. Потому что тогда это были две разные организации. И за долгие годы он собрал вот этот материал. И по его подсчетам семь человек, которые не имели доступа к литфонду и работали на среднем одинаковом с членом Союза писателей или комитета литераторов уровне, кормили одного, вернее, наоборот, в семь раз больше зарабатывали не члены Союза и не члены комитета литераторов. Никогда бы страна этого не узнала, если бы Союз писателей не возглавил бывший Штрамбатовец. Я сейчас запамятовал его фамилию как простая русская фамилия. Мало того, что он был Штрамбатовец, он еще и Штрамбатец стал героем Советского Союза. И он эти данные на съезде Союза писателей и СССР обнародовал. Семер с ложкой, один с ложкой. Вот. Ну, и таким образом постепенно возникла идея альтернативного союза. Владимир Сергеевич – человек пожилой, воевавший. Вот поэтому мы являемся воплощением его идей о литераторе. Где литераторы с большой буквы, во время войны они получали по литеру «А» обеспечение, литер «Б» – «Б» с большой буквы и «Койкакерев». Вот мы с вами наследники «Койкакерев». То есть Бродского, Цветаевой, которая повесилась в Велогубе, ну и так далее. Ну, это целая история, поэтому пока больше ничего не могу сказать. Вот ушла эпоха. Ушел, в общем, человек. То есть я предлагаю почти танки. Прошу садиться. Ну, возможно, кто-то из вас вспомнит, если я назову книжки Владимира Сергеевича Прибыткова, у него книжка об Иване Федорове в серии «Жизни замечательных людей», у него книжка об Андрее Рублеве, очень интересная книжка, совсем такая маленькая, в советские годы изданная в издательстве «Молодая гвардия», но я знаю, что ею зачитывались, потому что там было очень много об иконописи, и тогда как бы интерес к этому был большой, а публиковали очень мало. И вот мы, конечно, опубликовали Владимира Сергеевича в наших альманахах, и в последнем альманахе мы опубликовали такой фрагмент из его рассказов, все это посвящено Второй мировой войне. Он очень интересно оценивает то, что было, как участник, и к празднику 9 мая относится очень сложно, как бы само это слово «праздник» для него было неприемлемо. Он очень интересный человек, возможно, в одном из наших альманахов вы читали рассказ «Охотничий», тоже имеющий отношение ко Второй мировой войне. Вот такая эпоха ушла, 88 лет. Человек писал, сражался до последнего из-за своего здоровья, и прежде всего за то, чтобы писать неоконченный роман, передали Дмитрию Юрьевичу его родственники, так что у нас все это есть, будем работать над материалами, которые остались от Владимира Сергеевича Прибыткова. У нас сегодня очень много авторов, у нас поэты, прозаики, публицисты, но мне хотелось бы представить нашу гостью. Из города Дмитрово, не самый ближний, можно сказать, край, особенно в сегодняшнюю погоду, к нам приехала Мина Львовна-Львовская, зав. сектором Центра краеведения Центральной библиотеки города Дмитрово, заслуженный работник культуры Московской области. Она привезла несколько книжек «Дмитровский край», вот мы с вами видим 2010 год, 2009 год, здесь есть публикации Мины Львовны, и очень интересная вот такая брошюрка, в общем, маленькая книжечка, прелестно оформленная, она называется «Евникия», вот такое странное, это женское имя. И Мина Львовна провела большое исследование о библиотекаре, которая работала в городе Дмитрово с 1919 года, и умерла уже в 50-е годы, дочь купца, не могла занимать никакие серьезные должности. Абсолютно удивительный человек, я прочитала эту книжку, мне очень понравилась. Ну и, собственно, Мина Львовна давно зовет «Союз литераторов» на презентацию в городе Дмитрово. Мы все никак не соберемся, и хотелось бы услышать, что же это за библиотека, и почему там можно издавать вот такие книжки, как издала Мина Львовна. Мина Львовна Еловская. Спасибо вам за такое представление. У меня, в общем-то, для вас такой неожиданный, случайный гость. Для меня сегодняшняя встреча – это целое событие, можно сказать, в моей жизни. Во-первых, потому что это была встреча с Ниной Васильевной Давыдовой, с которой мы не виделись, наверное, очень долгие годы. А встреча наша произошла в архиве «Молодой Гвардии», но по воле судьбы, можно сказать, мы расстались, и очень на долгое время. Вот случай привел меня, значит, к Нине Васильевне, она любезно предоставила мне возможность приехать сюда, и вот я не ожидала, что даже вот и выступать придется. Ну, конечно, презентация вашего сборника, конечно, планировалась очень давно, уже с весны, но все откладывалось по тем или иным причинам. Вот и я не дождалась, и сама приехала сюда, ну, чтобы привлечь, можно сказать, прорекламировать наш город, нашу библиотеку. Ну, Дмитров, может быть, вы слышали, что это один из древнейших городов Подмосковья, младший брат Москвы, 6 лет моложе столицы, образован тоже Юрий Белгорукий. Ну, у него очень славная история. И сейчас туристы, которые приезжают наших библиотектов, остаются большим впечатлением, потому что у нас есть что показать, у нас памятники архитектуры, исторические памятники. Город современный, ну, на мой взгляд, конечно, хорош, в нем можно жить, но старина утеряна безвозвратно. То есть то, что составляло прелесть нашего городка, уездного, провинциального, зеленого, деревянного, сейчас практически от него не осталось. Вот этот исторический центр, который называется «Земляный баланс» с древнейшим собором XVI века, Успенский кафедральный собор, и, пожалуй, вот Борисогребский монастырь и несколько церквей, которые сейчас отреставрированы в прекрасном состоянии. Семь церквей у нас. Вот и, пожалуй, все. Ну, еще там несколько таких зданий, которые еще остались. А тут все, так сказать, модернизировано, все современное. Но, тем не менее, все равно город мы любим наш и приглашаем всегда с удовольствием. Город наш известен тем, что имел первые, последние годы прожил Федор Алексеевич Напуткин в доме, в котором он жил, в доме Графа Алсуфьева. Дом реконструирован, насколько он сейчас, конечно, узнаваемый и до сих пор не открыт. Это, конечно, наше счастье, наша боль. Вот. Но, тем не менее, все равно у нас и установлен памятник, и этот дом на этом месте поставлен все-таки. Вот. У нас много, конечно, таких интересных исторических моментов. Даже во строительство канала. Это Дмитлак. Это тоже огромная тема. И наша библиотека как раз по всем этим проводит и конференции, и встречи. Из писателей у нас самый известный, можно сказать, ну, наверное, забытый уже писатель Семен Павлович Падьячев. Может быть, о нем таком слышали. Вот. Он умер в 34-м году. Его протежировал в Горьке. Помогал ему королевка. Ну, такой из крестьян, из совершенно абсолютно такой, из низов. Ну, талантливый самородок. Ну, а современная жизнь наша, вот, Дмитлова, литературная, она, так, наверное, как и везде. Во всех таких небольших городках у нас есть литературное объединение, Дмитровские зори. Там небольшое количество членов литературного объединения. Там три члена Союза писателей. Но, самое интересное, вот, веяние времени образовалась молодежь. То есть, вот, они захотели от стариков отделиться и научились создать что-то свое, потому что появился такой интересный лидер. И они там собираются. Наша библиотека приютила их. Они собираются у нас в салоне. Вот. Мы их приглашаем в Домные вечера. Вот, собственно, литературная жизнь в чем отличается. Проводим дни поэзии, различные юбилейные вечера. Вот все так, как и везде. И у вас, наверное, было самое. Какие-то презентации литературных каких-то новинок. А библиотека у нас замечательная, потому что, это, во-первых, история у нее большая. И работа у нее такая очень, я считаю, что мы много делаем. Даже в современных условиях мы стараемся как бы идти много со временем. У нас одна из первых библиотек, она даже стала компьютеризацией. У нас очень хорошее здание, еще построенное в советскую эпоху. И мы, как вы говорите, это здание бережем и считаем, что это большая удача, что у нас одно достойное включение. Ну вот, если правда, если вас что-то заинтересовало, на работе библиотеки, я думаю, вам не интересно будет это все это выслушать. Потому что, вот на моей памяти у нас произошли очень интересные встречи. И, в моей памяти, произошла в 90-е годы вот эта комната и приезжал нам французский посол Пьер Моррель с Никитой Стром и они нам подарили библиотеку «Инка Пресс». Потом второй раз в 2000-х, в 2000-х годах приезжал Никита Стром. Это тоже была очень интересная встреча уже с директором москвенным, с директором фонда библиотеки «Русская Зарубежья». Мы тоже сейчас пользуемся поддержкой этого фонда. Мы получаем и вот эти старые журналы. По-моему, это никто не читает, но я с удовольствием их пролистываю. Они будут неизвестившие от времени. И литература тоже хорошая. У нас было 600 лет рода Голицына, потому что Голицыны славные из рода Гаденинов. Они как раз в непростое время были у нас с Дмитрами, переживали, в 50-е годы уехали. Но память об этом времени осталась. У нас есть мемориальная городка на одной улице Центральной в нашем городе. Вот это все такие вещи, которые, в общем-то, помнишь. И писатель был у нас даже, Алексей Мамламов, наверное, слышали, да? Вот этот автор замечательных таких жезеловских изданий. Вот. Все это вот на памяти у меня. То есть мы, как говорится, живем у нас в многом группе и стараемся это привлекать. Потому что сейчас очень сложный момент переживаем. Вы сами, может быть, наблюдаете, что читатель из библиотек уходит с появлением интернет. Ну, студенты, они прекрасно пишут рефераты через интернет. То есть все, всю информацию, которую идут, они получают оттуда. Поэтому у нас сейчас будет продолжение. Я сейчас закончу. Спасибо. Какие есть вопросы? Спасибо. Спасибо. Я напомню, особенно для тех, кто вновь пришел. У нас сегодня Костя из города Дмитров приехала. Она с сегодняшнего дня вручная садина ветерана. Да, конечно. В общем-то, я, может быть, и не заслуживаю. Ну, мы еще будем об этом говорить, да? Нина Львовна Еловская, запсектор проявления Центральной библиотеки города Дмитрова приглашает нас на презентацию. Вот Федор Филиппов хочет задать мне его вопрос. Да. В честь какого Дмитрия городского? Дмитрия Соломского. Сечуковского. Нет, знаете… Я предлагаю Дмитрову Сечуковского. Он претендует на Москву. Нет, это так уже Зайкляжи. Сделано в том, что без расширения границ Москвы Дмитров может стать Москвой. Да, мы слышим, что мы верим. Ну что ж, друзья, мы поблагодарим Нину Львовну Еловскую. Мы дарим ей два альманаха «Словесность-2010» и «2011». Да, уже был. Хорошо. А, Дмитрий Юрьевич Тесельчук уже подарил альманахи. А я думала, что это будет торжественно и красиво. У меня ничего, к сожалению, не получилось из этого. И давайте тогда поговорим, когда поедем, может быть, в сентябре на презентацию, на знакомство с городом, выступить в библиотеке. А почему вы решили, что когда Дмитрий Юрьевич Тесельчук дарил альманахи, было некрасиво? Я не говорила, что некрасиво. Я хотела сказать, что шутить можно бесконечно, но тем не менее… Друзья, дорогие, сегодня, я думаю, будут приходить и приходить еще наши авторы. Давайте поговорим, где-нибудь в сентябре, да, приедем в Дмитров? Вот Нина Главна придет из отпуска где-нибудь в конце августа. Да, мы созвонимся. А, кстати, кто хочет поехать в Дмитров? Давайте компанию так примерно обозначим, кто в сентябре хотел бы поехать? С торжественной частью после начала. Все бы хотели, все бы хотели, мы же не знаем, кто будет. Винвон, как? Если человек 20 приедет, не страшно? Я бы так была рада, если уже 34 человека приедет. А если 30, то еще? А 30, это даже, ну, мне кажется, даже жаль. Давай с тобой говорим, что я вспомни, что мы так говорим. Вы договорились, договорились, отлично. Ну что ж, давно мы не видели Светлану Артемову, нашего зауча, которая трудится в школе, не покладая рук. Ничего, кроме детей и отчетных, я думаю, бумаг, не видит в своей жизни. Пришла с дочкой, с Ксюшей, и я потрясла себе, говорит, та самая Ксюша, такая маленькая была. Она почему-то удивительно быстро растет, дочь зауча Светланы Артемовой. Светлана, может быть, что-то написалось за это время? Давайте вот так вот перемежать, да? Сложные выступления о Дмитровской библиотеке, о Дмитровлаге, о том, о чем нам рассказывала Нина Еловская. И вот Светлана Артемова, может быть, что-то написалось за отчетный школьный период, за учебный год? Наизусть нет? Ну тогда и старенького, то, что помнится. Может быть, о ребенке, когда родилась Ксюша? Любимая, да? Ну давайте, о ребенке только ребенок, который живет в школе. Он зауча. Ну, стихотворение написано, когда вот этому чудо-ребенку была неделя. И у мамы еще было такое легкое вдохновение, не омраченное школьными буднями. Получилось примерно так. Беззащитный и теплый комочек на моих немелых руках. Крепко спит у горданная дочка, а я чувствую радость и страх. Да и гордость, наверное, от счастья, что доверена нам двоим. Три кило абсолютного счастья. Три кило абсолютной любви. И в тугом переплеток пеленок дремлет смысл моей жизни грешных. Величайшее чудо. Ребенок. Искупление. Прощение. Наверное. Спасибо. Спасибо. Ну, еще тогда одно стихотворение. Так редко вы выбираетесь, да, к нам-то. Еще. А в школе вот удается вы читаете себя? Редко. Ученикам. Вот в последний раз, да, дни поэзии, когда Юрьич выезжал с большой компанией. А я в концерте была Наталья Банханова. Вот с тех пор больше не читала. Это же 2008 или 2007 год. Ой, седьмой даже. Это четыре года назад. Тогда еще обязательно надо прочитать. Так, еще. Ну, давайте из раннего такого романтического. Погода сегодня такая грустная немножко, поэтому, наверное, Я вхожу в осенний сад. Сквозь чугунные виньетки листья на асфальт летят В сонных тонких лепах. Оживает каждый блик в легком позаменте листьев. И в логе чистый лист леник ему кистью. Из сентябрьской травы, с порыжившей тонкой бруссой, Горстку подниму листовую, тонкой, ломкой, грустной. И приду я на угад, ветер, терпкий запах боли. Я вхожу в осенний сад. Чтоб забыться Олег Григорьев. Ну что ж, еще одно, третье, да? Зауч Оксфордская школа в Уланском переулке, да? В Уланском переулке, хорошее место. Некоторые там родились, например, Дмитрий Чесноков. Что, вылежишь? Она была 273-й. Нет, она была 273-й. Нет? Наша была 213-й. Дмитрий Чесноков, а завуч был тот же, да? Светлана Артемова, третья. Может быть? Третья. Третья. Человек, четыре года не читала. Неправда. Читала. Ты писала хоть? Да, раньше много писала. Сейчас нет. Победитель поэтического конкурса филфака МГПИ имени Ленина. Когда училась филфак МГПИ И третий стихотворение Светлана. Десятого года. От вас за осколок Будет он от цветка. За чего-то не будет. За сердце не долог Разруха легка. Но больно мне так отчего. Спасибо. Вырвала Светлана Артемова из своей школьной жизни. У нас, как я уже говорила, очень много авторов. И давно к нам не приходил Владимир Бережков. Это я. Это сам Владимир Бережков. Владимир Владимирович, возьмите ваше деньги. Спасибо. Вот это торжественно. Вот это деньги. Спасибо. И объясните, что делалось ваше копейки. Значит, две копейки 1811 года. В этот день как раз вот они были отпечатаны, отштампованы. И им сегодня, значит, вот 20 лет. Юбилей-гибилей. Вот это заморожен. Да. Вот это заморожен. Юбилей-гибилей. Это копейка, да. Юбилей-гибилей. И, знаешь, там что самое, неразмерное. Если носить с собой, деньги не качаются никогда. Во всех поцелуке этим. Володь, Володь, ты будешь удивлён, но в 1968 году мне подарили монету 5 копеек 1812 года. Она у меня в сумочке, на ключах. Вот. В противника. А жизнь у меня прожил. Спасибо. Ну, с тебя стихи. Стихи. Как раз там пешится. Да, но у меня вообще сложный вариант, ведь наша задача какая? Не написать лишнего. В смысле, кого ваше? Ну вот, я думаю, людей, которые пишут. Вообще? Вообще. Пишущие братья? Потому что да, иногда, вот у меня на самом деле с этим делом очень тяжело. То есть, пишешь какой-то стишок, пока пишешь, он хорош, наутро, значит, его выкидываешь. Либо второй вариант. Я вообще стихов-то, я тексты песен, я песенки пишу. Значит, второй вариант. В лоде все нормально, поешь на одном концерте, на втором, а на третьем уже все. Все стало скучно, это совершенно не в жилу. Вот, ну вот я сегодня попробую, значит, я... Гитары у меня на даче нет. Я еще с одной стороны не написал окончательно, а с другой стороны не выкинул. Вот такой пересперебел. Живая моя вода. Я вышел в лес, на край болотца. Такая тварь лежит, дыша. Подземный хворк, подземный ключ. С надувой бьется, но застревает в камышах. Не подойти и не умыться, Но красота и запах мед. Большая птица, суетится, кричит, что знает, зачем, 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 за тем волосом. Она живет, где проскакал лесной поток. Так, рожденный солнцем, юлил все камушки и скат. И я пришел, чтоб выпить руки у пересохшего ручья. Шумят слова, лесные звуки, их перевод, не знаю я. Живая моя вода, исчерпаный мой ручей. Как же я лень, что навсегда, сколько воды не лень. Сколько воды не лень, сколько воды не лень. Спасибо. Там был стихотворение, посвященное Паховному Аркадию. Нет стихотворения, но я его хранил. Там замечательный материал опубликован. Это был друг 1965 года, когда был организован СМОК. И вот там, значит, я могу прочитать про поэта. Такой стихотворение. Старый, старый. Наверное, он посвящен непокому, он горький посвящен. Мы в свое время организовали такое издательство. 60 томов этого самого Д'Артаньяна, какого Дюмана. Слава Богу, мы вовремя продали. Поэт, всегда тебя обманут, обжурят или объедируют. Ты лезь в лирическом тумане. Ты веришь капитал в кармане. Но денег так и не придут. Не трогай акции на бирже. Они не для изящных рук. Свои загадышки не видишь. Ты приноси к ногам подруг. Подруги нежно поцелуют. Напоят. Чего лужица, а брокеры тебя обуют. Им на стихи твои нас плевать. А дилеры тебя разденут. Им дела нету. Да поем. На месте буст твоих и девок. Я б не пускал тебя совсем на улицу с твоей походкой. Ты так наивен, как хорей. Ты виден весь, как сквозь толкотки. Ну, разве в шоп за банкой вонки? На вот, держи ее в столе. Механическое пособие поэта от Владимира Бележкова. У нас в этом альманахе очень много посвящено публицистике. Очень много статей. И одна из статей, автором которой является Федор Вадимович Шилов-Коведяев. Изменилось ли с тех пор что-нибудь по поводу, если говорить, исламского экстремизма, о чем вы написали за время выхода альманаха? 30 мая вышел. И сегодня у нас 20... Надо же поговорить по этому поводу. О чем хотели делать? Нет, ну я не знаю, просто насколько это может быть интересно на собравшимся. Потому что, честно говоря, у меня была большая неожиданность, когда Матьевич мне предложил. В морале это публиковаться, потому что, ну, публиковаться ты и публикую себе много, но в основном в таких зданиях публиковать. Имеет население 20 лет непосредственно отношение к актуальностям. А это публиковаться, главным образом, в журналах Вестник, Древней Истории или Джабелла Вханнигстадь или что-нибудь вот такого рода. А, да. Поэтому я, на самом деле, это не кокетство. Я просто спрашиваю, насколько вообще интересно поговорить о том, или послушать, поговорить о том, что такое происходит в исламском мире и что это такое значит для нас. Если интересно, могу сказать два слова. Если нет, то, я думаю, что люди, обладающие больше металлантом, чем я, могу сказать. А может, вопросы будут, да? Какой-то посыл, а потом... Нет, ну, я... Скажите, да, по-моему, про исламский мир. Нет, ну, знаете, как... Я вам не скажу за весь исламский мир, да, потому что это вообще было бы... Я думаю, что любой человек, который скажет, что он знает исламский мир, будет его наглецом либо дураком, либо то и другое вместе. Потому что мне посчастливилось знать двух людей, перед которыми арабы замирают, и иногда даже слезы, когда они говорят об этом. От Евгений Максимович Примаков. Хотя весь арабский мир знает, что... То, что он часто тщательно скрывал от советской власти, от самого себя даже иногда, но что не открылось от арабского мира именно то, что я вообще... Он галактический еврей. Вот. И тем не менее он говорит на разных арабских диалектах, а поскольку арабы считают, что человеком вообще является тот, который говорит по-арабски, все остальные это так непорядно, что... Она созданная... И зачем созданная Богом, да? То когда они слышат человека, говорящего на разных характерах, они действительно как в бандерлогии перед Ка. То есть вот они просто вот... И да, это не араб. То есть это вот человек, который вообще пришел, как они смотрят, как на дружескоп. А второй человек, который Михаил Миколаевич Петровский, который имеет дело в том же самое, директор арабилитарного. Но и они. Два этих человек совершенно замечательных, как-то в своем роде. А, скажем, Евгений Алексеевич Примаков знаменит всем, что он создавал партию БААС по поручению СТК КПС. Он для этого создал сначала враждующие группы в Сирии и Ираке, которые разглавлял Саддам Хусейн, соответственно, и Хафи Сасад. Потом он сделал так, что Хафи Сасад и Саддам Хусейн каждый в своей стране уничтожили всех своих противников. Потом он подружился с Аддамом Хусейном с Башарем Асадом. Потом, когда ему приказался КПСС, приказался КПСС, он их поссорил. Потом, когда поступил прособоложный КПСС, он их заново помирил. то есть человек, который, безусловно, пользуется колоссальным уважением, в том числе в Соединенных Штатах, человек, который, наверное, единственный, который мог себе позволить развернуть самолет над Атлантикой, когда с его мнением в Соединенных Штатах не посчитать. В Соединенных Штатах его уважают как сильного, настоящего, серьезного противника, а многие просто считают так. вот даже два этих замечательных человека никогда не сказали, потому что они могут отвечать за весь исламский мир. А я по своим вообще, по своему произведению, специалист по классическим языкам, то есть по древнегреческому и латинскому языкам. И до 33-х лет, как это непарадоксально звучит, но до 33-х лет я занимался исключительно древнегреческой словескости. изучением древнегреческих текстов. Но потом так пошла жизнь, что я стал заниматься актуальными вещами, и в частности, вот из-за того, что современный мир действительно находится на цивилизационном переломе, ну, наверное, было бы, может быть, не бессмысленно подумать о том, что с нами происходит, почему что-то случилось в арабском мире этой весной, да, и какое-то отношение имеет к религии исламской, и какое-то отношение имеет к нам и может иметь еще и дальше. И почему, собственно, исламский мир переживает сейчас такой бурный этап своего развития? Первый ответ, которого нет в статье, но который напрашивается для человека, который занимался историей, в том числе древней, заключается в том, что на арабских счетах, на арабских часах сейчас ровно 14-е, они же живут по своему календарю, они живут по календарю, который начинается в год хихизжей, хихизжей, то есть бегство пророка Мухаммада от своих родственников и от своих единопрожелателей из Мельки в Медим. И, соответственно, сейчас, если считать от этого, года от этой даты сейчас 14-е арабов. Если мы вспомним что творили христиане в 14-е веке своего лисчисления, то мы убедимся в том, что нынешние арабские художества будут значительно помягче того, что христиане делали друг с другом, а наибачее того, с сыновицами. Ну и достаточно вспомнить, что 14-е век это век возникновения Кировавого Навета на евреев, причем в такой стране, которую сейчас трудно заподвижить антисемитизм, а именно в Англии. И в Великобритании даже, а именно в Англии. А в области на британских странах, которые называются Англии, Кировавый Навет ислама, если смотреть на эти числа, она вполне понятна. И примерно такое же время отмечается в других крупных цивилизациях. Ну, скажем, если говорить о китайской цивилизации, которая 5000 лет, примерно тоже в периодичности в 1000, 1200, 1400 лет в Китае возникают вот такие бурные турбуляции. Примерно то же самое можно говорить, скажем, об античной цивилизации. Ну, скажем так, самой вершиной экспансии Ирма. Она пришлась тоже где-то на период между 1200 и 1400 и годами возникновения собственно греческого чуда, то есть начала античной цивилизации. Хотя в Римляне не смыслательная культура, но это все-таки продолжение антического. То есть в общем можно и по древнесемитским цивилизациям и тоже примерно вот такого магического как иногда говорят можно проследить. Но кроме всего прочего в этой непримиримости есть один очень важный элемент. Мы я имею ввиду европейскую цивилизацию, евроатлантическую цивилизацию, поскольку сейчас она обучает в себе Америку последние 200 лет 400 если считать отцов пилигрима, 200 с небольшими если считать от возникновения государства независимого. так вот евроатлантическая цивилизация наивно полагает что происходит некое столкновение культуры, некое столкновение цивилизации. На самом деле ислам и его теоретики борются когда они борются с американским влиянием, с европейским влиянием, когда они устраивают безобразие на нашем северном кавказе, они борются не с другой культурой, они борются не с другой цивилизацией. Они считают, что они борются с последовательным делом. Потому что современная западная цивилизация, частью которой является Россия, в общем нарушила целый ряд положений, божественных положений, а если мы говорим о европейской культуре, то на христианской культуре, североамериканской культуре, христианской культуры, то есть отошли от целого ряда заповедей божьих, которые он в свое время через Абрама, через Месея, через пророков, которые признают не только иудеи, но, как вы знаете, христиане и пророки, те же самые, которые признают ислам, потому что он читает Мухаммад, просто последний и почитает Мусу Моисея, они почитают других пророков Битвозавета, то есть они считают, что это все люди, которые приближали в тот момент, когда Господь наконец принес, вложил в уста, в уста в уши сначала истинные основы истинные веры. Так вот, с их точки зрения, с точки зрения идеологов джихада, они борются не с другой культурой, а с контр-культурой, то есть с теми, кто отверг в Бога, с теми, кто отверг его заповеди, а соответственно являются последовательными сатаной. Потому что первый петлер в Бога это был князь света, любимый ангел божий, который назывался Люцифер по-латыни, то есть князь света. И после того, как был неизверк, он стал князем света, стал сатаной. Это на самом деле нетривиальная задача, которая говорит о том, что мы вообще-то по-другому, нетривиальная вещь, которая стоит перед нами столь нетривиальной задачи и заставляет нас начать взглянуть на самих себя, на то, что мы делаем и собственно на нашу судьбу. Потому что опять же достаточно немного хотя бы в размерах школьной программы знать историю, чтобы понимать, что сейчас мы фактически повторили тот путь, который совершился в время Римской империи, которая отцивилизовала свое окружение. Если вспомнить, что сказал лидер Центральной Африканской Республики три года тому назад на одном из саммитов Европейский Союз и Африканские государства он сказал следующую фразу. Я вышел с континента любого, кто посмеет нам указывать, как мы тут должны жить. То, что было невозможно там. Не то, что двадцать, сто лет по-моему, но и за три-четыре года. выросло поколение африканских лидеров, которые получили европейское образование, которые владеют языками, английским, французским, в зависимости. Она им не нужна. Дело в том, что наша цивилизация достигла такого критического уровня своего развития, когда выключить всю нашу военную мощь, на самом деле ничего не стоит. Потому, что все те умные штучки, которые теперь молодежь называют гаджеты, которые позволяют американским европейским солдатам в режиме реального времени в течение нескольких секунд получать подтверждение той или иной команды, осуществлять эту команду, поскольку они все напечены электроникой. Все наши спутники, все наши средства связи, завязаны всего на несколько существующих на планете сверхсекретных, пока еще хорошо охраняемых, но всего на несколько точек питания. Достаточно уничтожить их, и наши солдаты в портянках из калашников окажутся самыми эффективными противниками для орд, которые уничтожают обуч потому что вот эти самые молодые африканские надо понимать, что до экватора вся африко-классическая ислама или как минимум наполовину исламской такие страны как Нигерия скажем, селев Нигерия исламский юг христианский все это условно опять же на самом деле то есть вот и азиатские лидеры они по щелчку пальцев могут спустить вот эти вот свои племена просто погнать переди себя в своих целях и как случилось с Древним Римом они легко достаточно легко могут смести нашу цивилизацию почему американцы так серьезно обеспокоены афгадой именно в силу того что они понимают что если можно было протаранить два башни блюдца то вот эти несколько энергетических источников питания скажем так тоже при определенной подготовке при определенной завязанности всей западной европейской жизни на деньги когда люди на самом деле готовы проделать чем угодно в общем могут привести к той ситуации когда любой сверхоохранительный объект может быть умничтожен можно вспомнить как себя вели доблестные британские разведчики когда их захватили геранцы сначала они рассказали этим геранцам все о чем они должны были рассказывать потом когда их освободили они изобразили из себя невинных жертв а потом еще продали свою мемуару то что 50 лет назад было невозможно в британское арте ну невозможно потому что это очень патриотическая анализ тем не менее трижды люди продали свою совесть трижды в течение нескольких мест ради сохранения собственной жизни и ради сохранения собственных зла а вот это ставит очень интригиальную задачу перед нами потому что с одной стороны мы понятно с вами не согласны расстаться с тем образом жизни который мы ведем с тем уровнем потребления которое мы имели потому что во всяком случае об этом бессмысленно говорить в россии где особенно не расстался пока еще хочется чем вот но с другой стороны необходимо накладывать на себя какие-то ограничения если мы вообще хотим сохранить цивилизация можно даже как белый раз некий может быть даже биологический феномен только культурный биологический феномен потому что кроме того чем я сказал за спиной всего этого стоит Китай который интригует своих интересов потому что нас часто за границей спрашивают а вот как же значит Россия будет ли она развивать какие-то энергетические процеды проекта в Иране а если закончится бушевским проектом и так далее я говорю да речь идет об обычной энергетике потому что это всех очень ровно потому что если будет ядерная рана с большим нефтегазовым потенциалом то тогда в общем вся конфигурация в большом на большом ближнем востоке вообще вся будет совершенно другая и когда им отвечают что мы-то пока в нефтегазовую сферу не вкладываемся а вот Китай то очень там активно присутствует все говорят ну да и сделать с этим ничего не мог нужно опять же 2 триллиона долларов американских государственных облигаций находится в руках Китая 2 триллиона стоит Китая предъявить эти облигации к оплате они это могут заложить в момент и экономики Америки не будет просто и вот как пройти по этому потому что я умерный сторонник того чтобы Америка ровну все ученые в Америке нет а говорят все ученых идет поймите если у вас нет денег ученых не было не получилось вот этого херасима нераверно нет вдруг заслужить о чем я это инеалистич из чего они вдруг так все умнели и чем какой силы поставить вот вы послушайте вот у вас нет денег без денег нет я прихожу с вашими долговыми расписками и говорю верни мне все деньги которые у меня занят что вам остается говорить что вы банкрот нет нет а не дадим а не дадим это и есть что я банкрот вы поймите нет я это не понимаю вот послушайте послушайте это рассуждение это бывает нет 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 секунду нет вот вот не отдали и в тот же момент все ценные бумаги всех американских а мы новые напишем нет нет перестают да послушайте сюда перестают покупаться они теряют в цене все компании американские на 80% акционер другие купят нет не купят не купят недавно это гораздо меньше причины потому что обесценившиеся акции никто не покупает в тех объемах которых надо будет Америка плюнет во всех и тронет что-то еще как бы она значит все навезут нет если бы она могла плюнуть она бы не играла с Китаем зачем она играет с Китаем сейчас а зачем она тратит деньги на эти войны устанавливает свой порядок значит она еще что-то что-то делает чтобы устанавливать порядок а не затыкается ухом правильно она это делает это поддерживает потому что никто не хочет чтобы они не хотят ну конечно если бы она не взял что-то я здесь не знаю что-то не знаю что-то как господин у нас знаком короче я рад что я вам пожарю дел можно я закончу мы за Америку все равно ничего не решили давай послушаем можно я закончу да так ворам что-то да значит секунду значит вот я хочу закончить значит стоит нетривиальная задача значит пройти по лезвию бритвы с одной стороны сохраниться с другой стороны положить на себя некоторые отличия которые при этом да и утихомили отношения с исламским нет в какой-то степени то есть покажет что все-таки мы придерживаемся какой-то одной системы ценност потому что система ценностей она на самом деле действительно единая да она аврамическая да вот как в декологии сказано вот это вот как бы этому и надо следовать плюс удеев там еще 350 заповедей было 663 сейчас вроде как считается что 350 остальные в резерве да да 613 613 знаете самый главный вопрос вот если сможете ответить но каковы тайные пружины всех этих революций они не выявлены нигде никто не говорит а где поняли корр хотя бы предположение это основа если это то можно реагировать тогда будет ясно нет никаких предположений по этому поводу строить не надо все все очевидно на самом деле если у нас будут торговать дипломами конечно у нас ну что подожди ну что тут с вами диплом вот нет значит идет на самом деле межклановая борьба это никакая не революция а почему это никакой не социальный а не все домино просто ну в одном месте прорвалось да в одном месте прорвалось да не пошло по всему потому что одна и та же ситуация всюду всюду сидят диктаторы просидевшие на своих местах там 25 28 30 32 34 года всем надоедшие вы поймете так при Бубарике выросло уже два с половиной поколения египтян потому что Бубарик пришел в власть когда ему было 48 лет а сейчас ему 84 да вот перевернулся 36 лет человек сидел на своем месте вот и просто потеряли чувство реальности ну считаете что Алькада это ни при чем нет Алькада точно ни при чем для них это было полной неожиданностью они приходили в себя три недели после этого стали подстраиваться под мейнстрим под общие течения на площади Хизбут-Тахрир в возлах Аллах-Акбар мы услышали первый раз через 12 дней из задних рядов ему дали по голове и он заткнулся потому что они затем туда пришли да то есть лидеры недовольных кланов вывели своих рядовых соплименников чтобы они протестовали против режима а случилось все же все же очень просто дело в том что просто скажем за время правления Бен-Али за время правления Мубарака если раньше как-то кланом еще удавалось договариваться кому-то что-то еще доставалось то за последние 6-7-8 лет скажем в Египте уже все контролировалось кланом Мубарака все жена сыновья племянники племянницы жены племянников и так далее причем там я просто не буду писать но то как вела себя девушка как ее там называют да то есть жена это просто выходило за любые рамки добра и красоты исламской низмамской и как бы угодно то есть просто просто распоясалась настолько что ну это уже просто было не у нас а что это подробнее что наделось что я не заканчиваю дело в том что они же дают привет всему миру ведь во всем мире такая как не только у нее не во всем мире нет все таки в западе не ну мы же не вместе мы же не вместе господа началась уже пресс-конференция с Федором Вадимовичем Шиловым Коведяевым я хочу обратить ваше внимание что интереснейший материал вот в этом альманахе да и вообще очень интересный раздел публицистика я просто перечислю авторов и темы Андрей Секутин Господь дал нам жизнь чтобы мы научились делать добро беседу с митрополитом Калужским и Боровским Климентом Игорь нет его нет здесь Игорь Харичев главная проблема с народом Сергей Алимарин традиция и эффективность Федор Шилов Коведяев природа исламского экстремизма и что с ним делать Борис Якубович антихрист лжемессия армилус Александр Шарабин европейская пропагандистский трюк или назревшая необходимость и Игорь Чубайс историческая Россия против России вне времени вот такой большой такой вот кусок раздела публицистики и это интересно читать как интересно всегда и слушать Федора Вадимовича но мы это можем продолжить потом когда мы перейдем в соседний зал и можно будет задать тьму вопросов и о том собственно что наболело в последнее время Борис Якубович получил Борис Якубович вышел на время но вот его статья очень интересная антихрист лжемессия и армилус это уже на следующем на следующей нашей встрече мы об этом поговорим мы сегодня слушали и поэтов и публицистов и слушали нашу гостью из Дмитрова а вот из дальней странствии возвратилась и Катя Рубина она и поэт она и прозаик она очень известный художник Катя вот или несколько впечатлений немного а вот как вот я про экстремизм ничего не знаю или маленький рассказ а маленького нету и с маленького нету и слава богу да не знаю что экстремизм да вот поэтов которые по слушаем а что вы просто читали конечно сразу не в том хорошо нечего рассказать про поездку про поездку да а много да много проездок вот хотя бы перечислили где была Казахстан Армения Азербайджан Украина следующий альманах в путешествие литератора хотелось бы вот это все чтобы у нас тоже присутствовало ну а господа у нас сейчас начало восьмого да есть предложение поднять жалюзи переместиться в соседний зал и начать чтение по кругу вы 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 Продолжение следует...